В Беларуси началась акция МЧС, приуроченная к Международному дню семьи и дню защиты детей. В ее рамках сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций расскажут родителям, почему малышам нельзя оставаться дома одним и как не стать жертвами собственных ошибок. Мероприятия пройдут в четыре этапа. Акция продлится до 1 июня. В стране скорректирован порядок маркировки товаров. Соответствующий документ принят правительством. Сейчас, к примеру, на одни товары наносится голографическая наклейка, а на другие – названия продукции. С 8 июля код маркировки будет единым, что приведет к снижению стоимости изготовления контрольных знаков. Велопробег, посвященный Дню Победы, пройдет в Могилеве 8 мая. Принять участие сможет любой желающий. Организованная колонна велосипедистов в сопровождении ГАИ стартует от площади Ленина, проедет по проспекту Мира, улице Королева, проспекту Димитрово, Витебскому проспекту и финиширует на туристической поляне в деревне Константиновка Могилевского района. Масштабный вокальный проект «Х-фактор Беларусь» снят с паузы и начинает активный поиск талантов. 6 мая в Бобруйске пройдет предкастинг. Прослушивание состоится в областном театре драмы и комедии «Начало в 12.00». Попробовать свои силы могут все желающие. От 16 и старше. Предварительная регистрация обязательно. Сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. Удар циклона, который движется со стороны Атлантики на Россию, уже накануне вечером на себе ощутили жители страны. На многие районы обрушился шквалистый ветер и проливные дожди. На большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. МЧС предупреждает, находясь на улице, нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Продолжение следует...